Дело в том, что нас вогнали фактически с участием прямым вот этой правящей элиты в полную зависимость от мировых цен на нефть. Нас подсадили на нефтяную иглу. Причем это произошло давно. И параллельно с этим разрушалась высокотехнологические отрасли промышленности, наука, образование и так далее и тому подобное. И вот сегодня эти ребята, которые управляют экономической политикой нашего государства, попали в собственную ловушку. Было вполне очевидно, что тенденции идет на понижение мировых цен на нефть. Она вполне очевидна, это была тенденция. И когда нам говорили о том, что в бюджет 2016 года закладывается цена нефти 50 долларов за баррель, уже тогда, в момент принятия бюджета, было ясно, что эта цифра нереалистичная. Потому что объективных причин для восстановления нефтяных цен на прежнем уровне не было. Их нет и сегодня. Более того, сегодня совершенно ясно, что падение мировых цен будет продолжаться. Дело в том, что буквально в последние дни опубликованы сообщения о том, что китайская экономика находится не в лучшем состоянии, американская экономика тоже находится не в лучшем состоянии. То есть объективных причин даже для того, чтобы нефть осталась на том же самом уровне, нет. Более того, совершенно ясно, что продолжается понижательная тенденция. К чему мы приближаемся? Об этом мало кто думает. Но дело в том, что стебестоимость добычи нефти на старых месторождениях, месторождениях основных, которые были открыты еще в советские времена, 28 долларов за баррель. И в этих условиях правительство идет, конечно, отчаянный шаг. Еще полгода назад они нам говорили, что нет, к сожалению, мы не можем планировать сейчас на три года, потому что мировая конъюнктура непредсказуемая. Давайте будем планировать на год. Сегодня выясняется, что мы можем планировать всего на три месяца вперед. И хотя правительство заявляет о том, что социальные статьи бюджета будут почти не затрагиваться, что урезание пока не коснется госбюджета, совершенно ясно, что где-то не позднее марта, а может быть раньше, перед Государственной Думой поставят вопрос о секвестировании бюджета, о его сокращении еще на 10%. То есть и без этого уже наш государственный бюджет имеет антисоциальный характер, потому что резко урезаются расходы на здравоохранение, на образование, на науку и на прочую социальную сферу. И сейчас нам предлагают еще на 10% все это урезать. И это не конец. Дело в том, что мировые цены будут падать, и, соответственно, власть будет пытаться все больше и больше залезть в карман населения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова